МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это программа «Кино в деталях» и я, ее ведущий, Федор Бондарчук. Смотрите сегодня в выпуске. В Берлине открылся 70-й юбилейный кинофестиваль. Подробности в спецматериале Екатерины Силаевой. Рецензии за 150 секунд. Самый быстрый кинокритик Никита Карцев на детали разбирает подлинную историю банды Келли. Вот тут-то и понятно, зачем нужно переодеваться в женские платья. Сделаем это по-быстрому. Так, какого мишень-то? Вооружен, но не опасен. Эльдара Калимулина допросил Иван Закадров. Есть ситуации, которые остались в прошлом, о которых ты никогда никому не расскажешь? Идите лесом. Или как напугать современного горожанина? Однажды няня вместе с маленькой дочкой исчезает. Как рисовалась новая Яга? И во что превратилась ее костяная нога? Мы ей пугали детей, наших актеров, чтобы они боялись, что сейчас Баба Яга по-настоящему придет. Продюсер самых кассовых российских хорроров раскрывает секреты в рубрике «Как это снято?». Эммануил Виторган сегодня в гостях у Федора Бондарчука. Я смотрю иногда в зеркало на себя, но я, поверьте мне, очень критично к себе отношусь. Сегодня у нас в гостях актер, с которым мне посчастливилось работать вместе на сериале «Филатов», чем я очень горжусь. Звезда советского и российского кино Эммануил Виторган в студии программы «Кино в деталях». Эммануилу Виторгану 80, у меня как-то это пролетело мимо меня. Я сейчас ошарашен в сегодняшнее время, совершенно других скоростей. Все-таки это уже другие правила по отношению к производству в советский период. Но я вот на площадке видел абсолютно органично существующего актиста, для которого не представляет проблемы тот темпо-ритм, который есть. То есть приходит вовремя, сидит на площадке с текстом, никаких специальных условий. Не любит, когда подбегают все, все ли у вас хорошо, все ли у вас, а вот чай, не чай. Ты снимай мне погромче говорить, потише, этого всего нет. Именно поэтому, возвращаясь к началу нашего разговора Эмману 80, я шокировал. Эммануил, здрасте, спасибо, что пришли в гости. Рад вас видеть здесь, на нашей программе «Кино в деталях». Мы, конечно, поговорим сегодня о «Филатове», о сериале, который стартует на канале СТС, где мы с вами играли вместе на одной площадке. Я играл вашего сына, вы моего отца. Но вот что мне действительно интересно. Вы же играли в советских сериалах. Тогда они назывались, правда, не сериалами, а многосерийными телевизионными фильмами. Сегодня мы в тех условиях, когда мы знаем, что такое выработка в день, 12 минут в день, 6 минут в день, способ съемки, вообще подготовка к съемочному периоду отличалось тогда, и вообще кино тогда отличалось от телевизионных фильмов. Безусловно, отличалось. И очень мощно. По тем временам, когда только возникли эти сериалы, там, я не знаю, фильмы «Это все о нем» предположено. Конечно. Это было начало, самое начало сериальных фильмов примерно. И, конечно же, мы имели возможность дать себе время порепетировать, пообсуждать, поговорить, что-то поменять, что-то предложить, что-то, наоборот, отмести. Сегодня на это времени не совсем. То есть репетиционный период... Обязательно был. Это было очень важно. Сегодня, не мне вам рассказывать, сегодня этого нет, к сожалению. Ну и возможности такое нет. Наверное. Для меня нынешние сериалы, они, безусловно, еще и еще раз дают мне возможность и в профессии побывать, и что-то для себя в профессии приобрести. Но это скорость адская. Это желание... Я понимаю, что это все... Это беда не только актеров, которые должны даже в день съемок получать текст, который ты должен произнести. Я, простите, вас перебью, я первый раз сталкиваюсь с этим. Это как новый некий опыт. Но когда ты приходишь на площадку, и у тебя нового текста, там, я не знаю, страниц 20, эта энергия, конечно, незнакомая. Ты к ней как-то должен подойти. Безусловно. Я думаю, что тот, кто с этим справляется... Ну, подождите, именно... То есть не было такого понятия, как выработка. Сегодня мы должны обязательно снять 6 минут в советский период. Это было так давно. Я думаю, что время по поводу количества временного съемок, конечно, было действительно тоже строго. Но иногда делали какие-то скидки. Но это ближе было все-таки к съемкам в художном кино, и разницы никакой не было. То есть только... Нет. Все правильно. Поэтому, конечно, сложно. Тем более, что это сложно возрастно. Время идет, возраст накатывается. Это я не знаю. Я наблюдал вас в прекрасной галине и польских. Это, конечно, роскошно просто в одном помещении находиться и смотреть, как вы, так сказать, так, на полутонах привет там, ну и так далее. Ну, это фантастическая энергия. Внутри нее находиться... Наговаривайте, наговаривайте. Наговаривайте. Я как режиссер уже смотрел на наш Филатов. Я думаю, ну как бы хорошо. Вот все в Виторган. А мне, в принципе, играть нечего. Вот он на отстраненном внимании строит сцену. Я говорю, вот в него все показываете. Там все есть. Там в паузах, в чем и так далее. Пап, привет. Ну, в общем, я тут подумал и решил. Может, стоит попробовать. Я в курсе. Полина звонила. Только не как обычно. Ладно? Без этого твоего глубокого погружения и психодрамы. Ты запрос сформулируй. Без запроса терапии не бывает. Я к себе отношусь значительно критичнее. Значительно. Очевидно, это не хочется об этом говорить все время. Уже возрастное что-то. Поэтому само предложение, как бы не складывался результат этого, все равно оно, безусловно, приятно. Безусловно, это дань тебе, что ты еще существуешь в этой профессии. И, безусловно, благодарность огромная тем, кто рядом с тобой. Я имею в виду партнеров в это время, актеров, режиссуру, операторов. Это целая группа неимоверно способных и талантливых людей. Поэтому, когда мы встретились с вами, это для меня было такое... Я давно видел вашу программу, это, безусловно, множество раз. И, конечно, я не ожидал, что будет предложение по поводу меня. Нет-нет. Но то, что это предложение возникло, и оно сегодня, в данном случае, существует, я очень благодарен, действительно. В Берлине проходит 70-й юбилейный кинофестиваль. О том, что было на открытии и о первых днях фестиваля, в сюжете Екатерины Силаевой. Берлинский киносмотр омолодился. Теперь тут все новое. Площадки, программы, фирменный дизайн плакатов и, конечно, руководители, которые первым делом отодвинули Берлинали по срокам. Подальше от вручения Оскара и фестиваля Sundance. Теперь в информационном поле у Берлина нет конкурентов. В ближайшую неделю все самое главное в мире кино будет происходить здесь. Впрочем, критики встречают перемены с осторожным оптимизмом. Все-таки лайнап этого фестиваля, как и раньше, не балует именами топовых режиссеров-авторов. И больших голливудских премьер здесь снова не предвидится. Но в Берлин едут за экспериментальным кино и новыми именами. И здесь все это точно будет. Программу открыл вне конкурсный фильм канадца Филиппа Фалардо «Мой год Селлинджера». Признание в любви литературному миру старого Нью-Йорка. Героине приходит работать в литературное агентство, которое представляет интересы Фиджеральда, Агаты Кристи и, конечно, Селлинджера. Обязанность юной секретарши с амбициями поэтессы отвечать на бесчисленные письма фанатов знаменитого затворника, который однажды по телефону дает ей бесценный совет. Хочешь издать книгу – пиши хотя бы 15 минут в день, но каждый день. Есть ли что-то, помимо актерской работы, что заставляет вас чувствовать себя живой? Хотя бы 15 минут в день. Звучит глупо, но мой муж подарил мне книжку-раскраску с набором цветных карандашей. Он сказал, это будет меня успокаивать. Я до сих пор ни разу этого не делала, но ваш вопрос меня воодушевил. Это определенно то, что я должна делать, чтобы вернуть себе равновесие. Сигурни Уивер сыграла литературного агента Селлинджера. В ней есть немного от Миранды Пристли в фильме «Дьявол носит Прадо». Особенно вкус. С дизайнером Энн Ротт, которая придумала костюмы для фильма, Сигурни работает уже много лет и даже выходила замуж в ее платье. И, по крайней мере, ради нарядов это кино стоит посмотреть. Ну и, конечно, присмотритесь к Маргарет Куэлли, сыгравшей главную роль. Это младшая дочка Энди Макдауэлл, которую зритель знает по фильму «Тарантино однажды в Голливуде». Я не знаю, можно ли сказать, что это кино про нашу жизнь. Наверное, да, ведь мы неразрывно связаны с фанатами. Когда я впервые встретила Сигурни, то все время, что длилась наша встреча, и мы читали сценарий, я не замолкала, я обожаю чужого, я обожаю вас, извините, спасибо, я оставлю вас в покое, простите. Я просто обниму вас еще раз. Все, все, до свидания. Так что я тоже фанатка. Еще одна громкая премьера первых дней вне основного конкурса – фильм «Миномата» Эндрю Левитаса, основанный на реальных событиях. Знаменитый фотограф Лайф Юджин Смит не просыхает от виски и собирается уходить из профессии. Он отправляется в маленький японский городок, чтобы сделать репортаж об экологической катастрофе и, как окажется потом, один из лучших кадров в истории фотографии. В главной роли Джонни Депп, он же продюсер проекта. Как говорит режиссер, это фильм Джонни. Все началось с Джонни и с этой идеей. Желание рассказать эту историю и быть уверенным в том, что это сделано правильно. Так что я не спал два года. Он точно не спал два года. Потому что я его боюсь. Я даже просыпался по ночам, знаете. Бедному парню пришлось жить со мной в голове практически два года. Я бы врагу этого не пожелал. Первым делом Джонни, который явился на пресс-конференцию в съеденной молью шляпе, спросили, как он осилил это невероятное актерское перевоплощение в разрушенного алкоголика, который начинает новую главу в своей жизни. Ну, и я уже где-то слышал эту историю. Меня всегда завораживал Юджин Смит. Я имею в виду, конечно, его фотографии. А потом, когда я прочитал о его жизни, о том, через что он прошел, чем он пожертвовал, чтобы запечатлеть эти моменты и сделать эти снимки. Все эти дни судить фильмы будет звездное жюри под председательством оскароносного Джереми Айронса, который на пресс-конференции признался, что его вкусы в кино немного старомодны. Это была огромная радость, когда я в Лондоне взял своего шестилетнего сына посмотреть «Огни большого города». Я спросил сына, что ты об этом думаешь? Он ответил, это лучший фильм из всех, что я видел. Фильмы, которые творят магию, которые создают эмоции. Вот такие фильмы мне нравятся. Я надеюсь, что в следующие 10 дней мы увидим 2 или 3, которые будут иметь такой же эффект. В отличие от предыдущих лет, в этом году в Берлине по-настоящему много русских участников. В программе «Берлинали Спешл» показывают уроки «Фарси» Вадима Перельмана, фильм о еврейском юноше, который, попав в фашистский концлагерь, выдает себя за перса, чтобы выжить. Герой преподает повару концлагеря персидский язык. «Фарси» — только не настоящий, а выдуманный. Я придумал его с лингвистом в МГУ. Мы сели вместе, используя ясказку, вот тебе список имен. Сделай из него язык. Потому что они все базированы на именах. Это создает мемориал, создает памятник этим людям, которые пропали без вести, и все их списки, и все сожгли. А тут он помнит все их имена. И это, как память имен, это самое главное. Кстати, уроки «Фарси» сняты на немецком языке. Несмотря на то, что сам режиссер на нем не говорит. На этом настоял продюсер картины Илья Стюарт. Этот фильм сам по себе, этот сценарий, он не про язык, как ни странно, несмотря на то, что весь сюжет построен вокруг выдуманного языка. Он про коммуникацию, какую-то другую коммуникацию, про человеческую коммуникацию. Реакция именно в Германии на эту тему, она отличается от нашей реакции. О каких-то вещах не принято даже в каком-то смысле говорить. И в этом смысле я снимаю шляпу руководству, которые приняли довольно смелое решение, учитывая неоднозначность темы. Мне кажется, это символично и принципиально важно, и лучше примеры не придумать, чем в Берлине для этой картины. Скандальный Илья Хржановский отметился сразу в двух фестивальных секциях. Его Дау Наташа участвует в конкурсе. Дау Дегенерация идет в параллельной программе Берлинали Спешл. Испытания искусством выдержат только самые терпеливые. Показы Дегенерации на фестивале будут длиться почти 6 часов с двумя антрактами. Ну а подробности о самом интересном на Берлинском кинофестивале расскажем через неделю. Ребята, с которыми я был знаком, мои коллеги, которые окончили на курсах на два раньше меня в институте, они уже работали в этих театрах и ничего не делали. Ничего. У меня паника колоссальнейшая. Я вообще готов был уйти куда угодно, только бы работать. Мы снова в студии программы Кино в деталях, а у меня в гостях Эммануил Виторган. Эммануил. Смотрите, получается, с 62-го по 77-й год у вас роли, ну, скажем так, вторые, второстепенные. 77-й, это и это все о нем, и дальше невероятный взрыв, и дальше идет ларец Марии Медичи, конечно же, чародеи, конечно же. Но я вот по поводу внешних данных, которые, безусловно, не заметить их невозможно. Мешали в начале карьеры? Какие были предложения? Я давно, как вы понимаете, бреюсь, да, поэтому я смотрю иногда в зеркало на себя. Но я, поверьте мне, очень критично к себе отношусь, очень. Поэтому это желание быть иным, это профессиональные дела всякие. Поэтому важна та жизнь, которая тебе предлагается в содержании. И когда есть возможность приобрести еще для жизни, не для профессии даже, для жизни своей, возможность продвижения этой жизни, или своя оценка этой жизни, прав я или не прав в этой жизни. Мне кажется, тут очень важно ничего не преувеличивать по поводу себя. Вы учились в Лгитмике. А правда вы учились с Френдлих и Юрским? Нет, они были старше. Френдлих приходила на... Но вы в одно время учились? Да. То есть вы общались? Френдлих, этот курс, с которым я попал, в это время закончили они этот курс. Вы пришли на этот курс? Они поступали, они пришли нас поздравлять с поступлением, да. А Сережа Юрский был еще, он был на втором, по-моему, курсе тогда, и продолжал. Да нет, 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 вы знаете, у меня такое количество людей в жизни и в профессии, что я очень часто могу забыть имя и даже фамилию, с кем я встречался, и тепло общался. Остается вот это тепло неимоверное. Тогда же существовало распределение, да? Да, безусловно. То есть вы заканчивали театральное училище, и дальше вы говорили, вы будете служить там, вы будете служить там. У вас идея какая была? Все-таки театральным артистом быть? Театр был самое главное? Да, безусловно, и продолжает это быть. И тогда, когда я закончил институт, было предложение остаться в Ленинграде, в Александринке, но тогда он назывался театр имени Пушкина, и в театре имени Комиссар Жевской. Тогда как бы по распределению мне предлагались эти места. Но в то время ребята, с которыми я был знаком, мои коллеги, которые окончили на курсах на два раньше меня в институте, они уже работали в этих театрах и ничего не делали. Ничего. У меня паника колоссальнейшая. Я вообще готов был уйти куда угодно, только бы работать, только бы работать. Я и в институте, все эти наши дипломные спектакли, все, я в каждом спектакле должен был участвовать. Поэтому я отказался от этих предложений, от этих академических театров, и мы уехали в город Псков. Собрали группу, там человек 12, наверное, молодых людей с режиссером Юрой Ермаковым. И мы уехали в Псков. И там проработали два сезона. Вкалывали. Город небольшой, поэтому премьеры надо было часа еще делать, там по 8 премьер в год. И поэтому я думаю, что опыт колоссальнейший я получил даже за эти два года. Когда я вернулся уже в Ленинград, тогда Ленинград, да, И когда начал, ну, свое место определять в этих театрах, театр, безусловно, для меня главный. А кино – это подарок. Это просто подарок. Это дало мне такое количество процентного опыта с экрана, выходя на сцену. Потрясающе. Ну и, конечно же, отношения зрителей. Вы первый артист, который говорите, что мне кино дает возможность реализовать себя или что-то доделать в театре. Он мне помогает сыграть. Ну, это тоже взаимно. В кино я не встречался с такими потрясающими, великими, великими режиссерами. И, честное слово, у меня нет никакого желания сказать и гнобить себя, ох, меня не взяли там на эту роль в кино. Ну, что ж он, гнобить себя? Я считаю, что это абсолютно верно. Когда предложение идет какое-то, там, можете ли там, или прочтите сценарий. Для меня сам факт, сам факт работы людей, находящихся за кадром и в кадре, очень важен. На наши экраны выходит фильм «Подлинная история банда Келли», основана на реальных событиях. В главной роли Джордж Маккей, тот, что нес генеральскую депешу по полям Первой мировой войны в фильме «1917». Ну, а в нашей программе «Банду Келли» разберет на детали Никита Карцев, как и положено, за 150 секунд. Время пошло. Ну, а сегодня послушаем мы с вами про кино на тему, очень даже нам близкую, интересную и кинематографистами, изученную и излюбленную вдоль да поперек. Но, оказывается, еще и там осталось, что такое необычного нового нам сказать. Речь идет про гангстеров. Все будет давным-давно, в 19 веке, но в Австралии. И глядя на приключения «Банды Келли», которые как бы настоящая подлинная история «Банды Келли», как написано в названии фильма, но при этом, конечно же, выдуманные, конечно же, художественно-переосмысленные, как нам говорит первый же титр этого же самого фильма. Застрели его. Сделай себе имя. Ты что творишь? Как и положено в саге, фильм разделен на три части. Тут вам сначала Келли «Мальчик», потом Келли «Мужчина», и, наконец, Келли уже «Монитор» или «Монстр», или как угодно еще вы его назовите. «Монитор» — это название там одного бронебойного судна, который очень полюбил тот самый «Малыш Келли», присвоил себе это название, и именно под этим никнеймом, что ли, будораживал умы современников. Что здесь интересного? Ну, то, наверное, как обходится с мускулинностью режиссер. Короче, «Банда Келли» знаменита тем, что совершала свои дерзкие налеты, облачаясь в женские платья. Как гласит предание, все это делалось ради того, чтобы окончательно сбить с толку федералов. Мы мятежники, войны, и вы носите платье. Ничто не пугает так, как безумие. Интересно? Ну, необычно. Естественно, это фильм про то, что такое зло и добро, про то, что у всего плохого в нашей жизни есть вполне себе корни из нашего детства. Вот как с тобой в детстве обращаются сверстники и окружающие, и взрослые, и уж, самое главное, твоя собственная мама. Ну, таким ты и вырастешь. Ничто в этом мире не дается бесплатно, сынок. Стань тем, кем тебе суждено. Самое здесь интересное – это эстетика. То, как это все снято. Потому что здесь нет ничего от жанра вестерна. Здесь нет какой-то романтизации этого насилия. Самого насилия, крови и всяких вывернутых кишок в фильме вообще практически нет. Это такой психологический эксперимент, наверное, в первую очередь над самим зрителем. Что, если мы оставим все эстетство, все декорации убийств, но спрячем мы глубоко психологические портреты героев? Вот тут-то и понятно, зачем нужно переодеваться в женские платья, зачем нужны эти мучительные поиски себя, близости, любви, вообще какого-то тепла в мире. И откуда, собственно, появился тот самый револьвер или двустволка в руках того самого знаменитого Келли. Нельзя изменить прошлое. Никому не уйти от своей судьбы. В общем, не знаю, насколько правдивая и подлинная эта история банды Келли, но уж точно занимательно и необычно. А сегодня я вообще хочу вообще никуда не выходить. Это я прочитал, да. И даже в замке. Лежать на диване и читать хорошую книжку, это... Нет, нет, сейчас еще хуже. Не читать, сидеть около детей. Пусть они спят сутками. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Эммануил Виторган. Эммануил, что за Центр Эммануила Виторгана? Что это за проект? А, это... Это дом. Это дом, где очень хотелось бы, чтобы люди, которые посещают этот дом, посещали его не раз и не два, а имели продолжение этих посещений. Этот дом направлен только на одно. На то, чтобы встретить человека, на то, чтобы с ним пообщаться, на то, что если, не дай бог, что-то не так, то постараться посодействовать исправлению этого несчастья, которое там происходит в это время. Поэтому у нас связь огромнейшая с людьми и с врачами, и с юристами. Они все... А я уж не... В кабинете человек совсем иной. Как кто-то... А так как это очень домашняя обстановка у нас в клубе, в нашем, да, это просто... Это такое приобретение. Я не хочу идти ни в какой театр государственный. Не хочу. Я хочу оставаться в этом доме и быть... А сегодня я вообще... Хочу вообще никуда не выходить. Это я прочитал, да. И даже в завтра. Лежать на диване и читать хорошую книжку, это... Нет, нет. Сейчас еще хуже. Не читать, сидеть около детей. Пусть они спят сутками. И туда можно прийти просто с улицы с чем? С какой-то проблемой? Или можно что-то посмотреть? Все по-разному. Там и спектакли идут, там идут... А кого вы приглашаете? Вы сами выбираете или сами там внутри? Да, у меня очень активная супруга. Это ее. Это она занята всем. Она старается крайне меня оградить от всего, только чтобы я занимался своим делом. А там забота у нее, да, дом, зал, люди. Вот это все Ирочка. Ну, Ириша, она такой активный человек, что она всегда все, кстати, успевает. Успевает. Она даже успела родить вот. Вот тогда со мной поделитесь опытом. Как молодежь? Да. Не страшно было? Ирочка энное количество лет не могла это сделать из-за болезней, которую не разрешали. И тут появился момент, когда возможно. Как ощущения? О, это... У меня ведь и дети, и внуки, и правнуки даже. Но так как вот за все эти годы моего пребывания в профессии я очень много ездил, неимоверное количество, по три фильма в год, по 20 спектаклей на сцене, поэтому я своих детей, внуков почти не видел. А сегодня я не хочу шага никуда в сторону делать. Не хочу. Вот сижу сейчас с вами, а так хочется быстрее туда. Так что еще-еще раз я хочу сказать только одно, что если есть желание сказать друг другу нормальные слова, если есть желание понять другого человека и не настаивать только на своей точке зрения, мне кажется, что это очень важно. Я вообще стараюсь никого ни в чем не поучать, не дай Бог. Я знаю, что каждый человек индивидуален. У него своя жизнь, у него свои желания, у него свои методы общения с тем или другим человеком. Поэтому настаивать только на своем, мне кажется, это не совсем верно. При этом вы в центре внимания, вас обсуждают за каждым шлагом, вас и ваших детей, и вашей семьи следят и так далее. В Советском Союзе, в общем, было такое понятие, что-то близкое к желтой прессе? Наверное, нет. Максимум, что было, это прекрасные журналы, советский экран, которые представляли наших артистов. И туда попасть было еще, знаете, у меня обложка экрана. Никто никого не обсуждал. Как живется-то в сегодняшнее время вам? Вы знаете, я... Вы читаете, следите за всем этим? Очень крайне... Долетает до вас? Крайне редко. Вот долетает, это долетает. Поэтому как долетает, так же и пролетает. А почему? А вы тоже опытом поделитесь. Почему пролетает? Пролетает потому, что ты жив тем, чем ты жив. Ты жив своими оценками к тому или иному обстоятельству, к той или иной атмосфере. Поэтому для меня особенно чужая, личная жизнь меня не касается. Я не намерен настаивать, чтобы было так, как у меня, безусловно. А родители так воспитали или среда, или вот то, о чем вы говорите, вы благодарны тем людям, которые вас окружали, которые с вами шли по этой дороге, профессионально. Да, да, вот совместно. А скуда это? Вот все, что вы сказали. Очевидно, очевидно, никогда не давили на меня родители. Никогда. Папа был инженер. Слушайте, быстро перебью. Вы родились в Баку, но корни одесские. Одесситы все, все, неимоверное количество. У папы было там 8 или 9 сестер и братьев. У мамы 11 сестер или братьев. Я когда приезжал в Одессу, я за два месяца каникул не мог всех обойти, чтобы поздороваться. В результате с кем не здоровались, мы объединялись где-то перед отъездом. Единственные, кто уехал из этой когорты родственников, это были мои родители. Ну, перевели папу. И как раз в предвоенные годы они меня в Баку и произвели. Я всегда с интересом слежу за молодыми актерами и рад, когда самые талантливые попадают в обойму самых востребованных. Эльдара Калимулина мы совсем недавно видели в сериалах «Эпидемия» и «Лучше, чем люди». А сейчас он сыграл одну из ролей в фильме «Калашников» и стал героем рубрики Ивана Закадрова. Мы сделаем это по-быстрому. Эльдар, привет! Здорово! Я пригласил тебя в тир, потому что в прогад выходит фильм «Калашников». Да, это потрясающий фильм про легендарное оружие и великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Кто твой герой в этой картине? Мой герой Зайцев, он друг и соратник. Товарищ Калашников, здравствуйте. Меня к вам закрепили. Зайцев, Александр. Будем работать вместе? Эльдар, это Олег. Можешь Олегу, он фанат Калашникова, задать один вопрос. Олег, в чем различие между АК-47 и АК-74? В калибре боеприпаса АК-47 калибр 7,62х39, АК-74 это калибр 5,45х39. То есть это современный малоимпульсный патрон. Сейчас наша женская аудитория отвалилась, но мужская поставила лайк. Эльдар, что ты можешь делать так же четко, как вот этот автомат? Я могу крутить самокрутки. После фильма Калашников ты стал больше разбираться в оружии? Не совсем. Я же там играю такого секретаря, полусекретаря, поэтому я доразбирался. Я умею быстро вот так патроны скидывать. Стрелять тебе умеешь? Ну, я стрелял давным-давно. Так, сейчас он на предохранителе. Он сейчас на предохранителе, патронов в патроннике нет. Оп, ну вообще, слушай. Ты Рэмбо. Оп. Предохранитель нет. А, предохранитель я забыл. Так, какую мишень-то? О-о-о-о. Да? После каких фильмов ты приобретал новые опыты знаний и с чем они были связаны? После сериала «Квартет» я научился имитировать игру на скрипке. Ты когда-нибудь садился за написание сценария? Да, два или три раза, но пока не очень хорошо у меня получалось. Я тебе помогу. С чего начался твой сегодняшний день? А, сын сказал мне, повернулся на меня, сказал, опа, и жена поцеловала. Ты счастливый человек. Что бы ты хотел, чтобы о тебе написали в будущих энциклопедиях? Кроме того, что ты прекрасно стреляешь из автомата. Я бы хотел, чтобы написали, что я был счастливым человеком и делал этот мир лучше и радостней. Опыт или образование? Не то и другое, но лучше опыт. Вот сейчас ты его приобретаешь. Есть ситуации, которые остались в прошлом, о которых ты никогда никому не расскажешь? Безусловно, есть, но никогда не говори никогда. Олег, покажи, пожалуйста, Эльдару, как надо разбирать и собирать автомат. Сможешь? Да. Так, ну что, Эльдар, погнали? Время пошло. Лев Николаевич Толстой или Федор Михайлович Достоевский? Оба гениальные русские поэты, но в данный момент я читаю Федора Михайловича Достоевского «Братьев Карамазовых». Что тебя раздражает в современной жизни? Темпоритом и то, что мы разучились ценить простое маленькое счастье ежедневное. Так, передернул. Контрольный. Контрольный и предохранитель. Ты справился с заданием. Покажи, как на линии огня выглядит рядовой. Есть такое. Покажи, как на линии огня выглядит генерал. Ну, тебе все подвластно. Молодец. Я подкачался немного просто. Раньше я бы мог генералу лучше показать. Фильм, где герой, по-твоему, лучше всего обращается с оружием. Твое мнение. Два фильма. Цельнометаллическая оболочка и лен. Есть такое дело. Слушай, а в какой момент ты почувствовал, что стал взрослым? С 2006 по 2008 год сперва они стали моей тетей, потом мамой и потом отца. И вот в этот период я быстро повзрослел. Сериал, который ты сейчас смотришь? Недавно я закончил смотреть сериал «Эйфория». Сейчас я смотрю «Толя робот». Когда в последний раз вспылил? Вообще я довольно вспыльчивый человек, но сейчас я дышу ЗОЖ-йога, поэтому чуть меньше пылю. Любимый военный фильм? Иди смотри Климова. Что бы ты мне хотел рассказать, сказать, когда встретимся с тобой через 10 лет? Как тебе работаются в моем министерстве предложения, вопросы? Слушай, мне с тобой работается очень хорошо и сейчас, и в твоем министерстве тоже. Будет. И последний главный вопрос. Что тебя раздражает в людях с телевидением? Опаздывают и постоянно не успевают что-то. Вот всегда так. Для меня прекратилось все. И желание в спектаклях принимать участие. И желание принимать участие в фильмах. Я с утра до ночи готов был сидеть с ними. И делал это на протяжении этих лет. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Эммануил Виторган. Эммануил, вы следите за тем, что происходит в российском кино. И уже можно говорить, уже давно можно говорить о российских, новых российских сериалах. Смотрите, что чувствуете, что думаете? Если говорить правду, то я, к огромному своему же сожалению, наверное, из-за лени, я не знаю зачем, крайне редко бываю на премьерах, либо просто пойти посмотреть. Знаешь, вот мой сын Максим там пропел, они ночами ходят, смотрят. Ну вот вы у него бываете в театре на премьерах? Очень немного, он не сразу, во-первых, допускает, он просит, чтобы подождать несколько спектаклей, чтобы потом... Так что у него сейчас была премьера, поэтому мы еще не были на этой премьере. Вообще, напомнили, говорим сейчас о Максиме, да? И как это славно, когда твои внуки имеют продолжение, желание побывать в той же профессии, что и ты. Вот дочь Максима сейчас уже актриса моя. Да-да-да, она активно пытается работать в индустрии. Да-да-да, она работяга колоссальнейшая. За советами обращаются? Нет, и кого-то чем-то получать тоже не хочется. Безусловно, если возникнет какое-то желание у моих родственных, кровных людей что-то спросить, я, конечно же, отвечу с удовольствием. Но они очень самостоятельны все. Максим, это просто его с юношеских лет, он очень активен в этом смысле и сам очень многое понимает и в профессии, и в жизни. Главное, не настаивать, чтобы наши дети делали именно то, что нам хочется, чтобы они делали. Но вы говорите фразу «только не актерская профессия», попробуй что-нибудь еще, получи базовое академическое образование, а уж потом разберешься. Я очень много об этом слышу. Нет-нет, никогда. Они должны делать то, что они очень хотят сделать. Ну хорошо, в советский период было очень мало артистов, которые пришли в кино и в театр без образования, профессионального. Сейчас есть артисты, абсолютно нет образования, да? Ну, самородки. Что думаете? Образование нужно? Я думаю, что... У меня все, особенно в театральное, в театральное училище. Актер обязательно в театральное училище. Это крайне необходимо в этой профессии. Крайне. Так же, как и в любых других профессиях. А к вам же наверняка обращались с предложением преподавать. Да, это очень неимоверно ответственно. Я отказывался, не мог. Я понимал, что это очень сложно. Почему же? И, наконец, согласился. Расскажите. Согласился, набрал курс замечательных ребят, прекрасных. Для меня прекратилось все. И желание в спектаклях принимать участие. И желание принимать участие в фильмах. Я с утра до ночи готов был сидеть с ними. И делал это на протяжении этих лет. Я просто от них приобрел очень многое. Тоже далеко не у всех сложилась та жизнь, которой хотелось бы. Поэтому это очень неимоверно сложно. Я до сих пор, вот прошло уже 10 с лишним лет, мы встречаемся, они помнят обо мне, но, к сожалению, огромному, если бы каждый из них был в работе. А я считаю, что они имеют на это право. И достойны этого. Но не мне вам рассказывать. Профессия наша такая выбранная. А вот вы мне расскажите про ощущение зависимости. Чувствовали, понимали, что вы зависимый? Да, абсолютно, абсолютно. И когда вот это ожидание... Вот был период в вашей жизни, когда телефон молчит? Наверное. Видите, значит, нях какой он был такой. Да, не было. Если телефон молчит, то я замечательно разговариваю со своей женой. И с детьми. Согласитесь, когда выходишь с фильма ужасов, хочется понять, а как это было сделано? Как нас пугали? И сегодня на этот вопрос ответит Иван Капитонов, продюсер фильма «Яга. Кошмар темного леса». В нашей новой рубрике «Как это снято». Всем привет. Меня зовут Иван Капитонов. Я продюсер и один из авторов фильма «Яга. Кошмар темного леса». Вместе с режиссером Святославом Подгоевским мы последовательно развиваем жанр хоррора в России. В основе сюжета фильма «Яга. Кошмар темного леса» история семьи. Родители, как обычно, в современных мегаполисах, они очень много работают и вынуждены нанять няню. Но главный герой фильма, мальчик Егор, как ему кажется, замечает странное поведение этой няни. Это наша няня. Она будет присматривать за Варькой. Однажды няня вместе с маленькой дочкой исчезает. И что самое удивительное, родители не помнят о том, что у них была маленькая дочь. Егору никто не верит, ни друзья, естественно, ни родители. И тогда он вынужден отправиться в долгое и опасное путешествие в мир мертвых. В логово самой Еги, чтобы вызволить свою сестру из ее лап. Дети здесь пропадают давно, но их никто не помнит, словно их никогда и не было. В наших фильмах мы ищем возможность соединить ранее неартикулированные страхи современного городского жителя и древнюю мифологию. Например, гуси-лебеди, помощники Бабы Еги во всех сказках, которые воровали детей и переносили в ее логово. В нашем фильме мы нашли такой образ человека-птицы, который помогает Бабе Еге, собственно говоря, ворвать детей. Разработав этот образ, концерт-арт, мы отдельно определяем задачи для пластического грима и отдельно задачи для последующей доработки на компьютерной графике. Например, в этой сцене мы видим персонажа актрисы Светланы Устиновой, собственно говоря, няня, которая ворует детей. Здесь вы можете увидеть, собственно говоря, пластический грим. Он специально делался рельефнее для того, чтобы можно было впоследствии качественнее интегрировать сюда компьютерную графику. Видите нос? Здесь тоже какая-то накладка на носу сделана специально для того, чтобы потом можно было сюда добавить клюв ворона. Мы специально подбирали такие референсы клюва больных птиц, чтобы клюв этот выглядел пещеристым таким, немножко дискретным. Давайте посмотрим, как это выглядит в одном из финальных шотов. Здесь, вы видите, уже есть перья. Мы за основу брали перо ворона, причем какого-то такого тоже больного и старого, чтобы это работало лучше. Здесь вы можете увидеть на коже, как у ощипанной курицы, такие пупырышки. Пару слов о костяной ноге, которая в нашем фильме железная, потому что у нас есть элементы стимпанка. У нас было две ноги. Одна вот такая, как вы видите сейчас на экране, для крупных планах, и мы ей пугали детей, наших актеров, чтобы они боялись, что сейчас баба-яга по-настоящему придет. Помимо этого, у нас была вот такая специально разработанная нога для общих планов, для актрисы Устинова. Мы специально придумали ей походку, с которой она должна ходить. Вот здесь можно остановиться. Стоп. В кадре в финале вы увидите вот эту часть железную, а вот этот зеленый челок вы не увидите, потому что мы его специальным образом уберем. Сделаем клинап. Мы сделали все, чтобы ей было неудобно, чтобы она ходила и выглядела, как настоящая баба-яга. Ну и, конечно, куда без избы баба-яги. Мы решили сделать ее не деревянную, бревенчатую, а похожую на старую заброшенную электростанцию. Когда мы ее построили, половину съемочной группы увидев, сказали, блин, это же газовая камера. Давай скорее. Давайте рассмотрим стоп-кадр, общий план избы. Она стоит на таких железных сваях. У нее есть всякие провода, висят какие-то паутинки здесь. Вы видите, как команда наших друзей с главным героем залезают в эту печь, пролезают по этому лазу. Это, собственно говоря, и есть граница между миром живых и миром мертвых. Здесь же происходит одна из важных экшн-сцен. Мы героя подвешиваем на специальные тросы, которые потом будут убираться с помощью компьютерной графики. Самого главного монстра мы, естественно, вам показать не можем, потому что это будет спойлер. Все самое страшное вы увидите в кино. Я ни от кого, ни от кого не требую, чтобы ко мне относились так, как мне хотелось бы, чтобы ко мне относились. Мы снова в студии программы «Кино в деталях», а у меня в гостях Эммануил Виторган. Эммануил, а вы помните тот момент, когда вы сказали в семье «Артист». Да. «Хочу артист». Кто? Я до четвертого класса учился, и у меня были похвальные грамоты. После этого я встретился со своим другом, а он сын актеров. И нынешний, он и режиссер сейчас, и народный, и там весь в деталях, в орденах. Он живет и работает в Астрахани уже лет 50, наверное, художественным руководителем. Юра Кочетков. И мы так случайно попали во дворец пионеров тогда в драматический кружок. И если до этого были похвальные грамоты в школе, эти четыре года, за отличную учебу, то после этого эти похвальные грамоты отошли далеко в сторону. И более того, когда я закончил уже 10, у нас было 10 лет, когда 10 класс, и нужно было получить аттестат зрелости. А нужно уже было ехать поступать. И мне мои педагоги и дирекция тогда этой школы вне сроков отдали, потому что все равно он только этим и будет заниматься, поэтому отдать ему, пусть он езжает. Я приехал тогда в Москву, поступал во все эти вузы наши театральные. По-моему, всюду я доходил до третьего тура. А потом нет. И, конечно, это было адски печально. Хватило у меня мозгов, что надо поехать в Ленинград. Какие там были педагоги. И я бесконечно благодарен, что меня не приняли в Москве. Я не знал бы, как там случилось. Но когда я вернулся в Москву, приехал в Москву, и после этого встречался уже с этими же людьми, и когда я им говорил, что вы меня не приняли, они говорят, не может быть, ты врешь, не может быть. Ну, так было, так действительно было. И все равно я даже за то, что они отказали мне тогда, я им очень благодарен. Это действительно так я ни от кого, ни от кого не требую, чтобы ко мне относились так, как мне хотелось бы, чтобы ко мне относились. Наоборот, мне очень важна вот эта познавательная история. как познать человека. Иногда ошибаешься в оценках, да? Потом мучаешься. И если есть возможность извиниться, ты это делаешь. Поэтому, ай, как хорошо все. Есть тут столько людей хороших. Хорошо, дерзкий вопрос. В искусстве возможно все? В искусстве возможно не все. Не все. В искусстве невозможно произносить те слова, которые мы иногда произносим в жизни по тому или иному резкому поводу. Я считаю, что мат для меня лично категорически. Я против и на сцене, и на экране. И вот видите, какой я, ах, какой я умный. Что я сказал? И тут же сматерился. Кошмар. Правда, правда. Мне кажется, что то, о чем ты думаешь, и как ты думаешь, то, что можно произнести и произносится матом, абсолютно точно можно выразить безмолвно. Абсолютно. Оценками. И взглядом, и... Да, всем. Но это не значит, что я прав. Значит, кто-то прав. Настало времечко, когда есть это право появилось. Мне это не нравится. Ну, мне, ну и все. Это не значит, что надо это отменять. Значит, кому-то это нравится. И это финал. Эммануэл, давайте мы договоримся встретиться здесь же через какое-то время, обсуждая новую работу. А мы это назовем беседы с Виторганом. Спасибо вам. Спасибо огромнейшее. Я благодарю всех. Большое удовольствие. Спасибо, дорогие. Извините. Если что не так, до свидания. Я убежал. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. На сегодня все. Мы увидимся с вами ровно через неделю на канале СТС. А пока сходите в кино. Субтитры сделал DimaTorzok